Лучшее в стране Спасибо тебе огромное за то, что ты пришла к нам, потому что творческий, невероятно уникальный, интереснейший человек. И еще плюс ко всему, друзья, сегодняшний визит Венеры к нам связан с предстоящим, очень ярким таким событием в жизни Москвы. И то самое событие, которое мы с вами можем посетить. Я сразу начну рассказывать. В рамках Ночи музеев 2018-19 мая в 19.00, запоминайте, в Центре творческих индустрий «Фабрика» Венера Казарова представит свой новый проект, главная цель которого – показать жизнь современного общества в мире, перенасыщенной информацией. Пока кричат совы. Поскольку Ночи музеев, вход свободный абсолютно, поэтому самое главное – желание, оно у вас, я уверена, обязательно появится. Если не прямо сейчас, то уж в течение этого часа однозначно. Венера, что касается этого нового перформанса, мы, конечно, обязательно сейчас с тобой поговорим. Более того, хочу сказать, для всех наших зрителей и слушателей, в этом часе здесь появятся две модели. Замечательные девушки в костюмах, которые будут представлены как раз 19.00 мая. Вы сможете потом их уже воочию увидеть. Посмотрим также слайд-шоу, небольшие видео, нарезки. Поэтому, если есть возможность, если вдруг вы нас сейчас слушаете, а не смотрите по каким-то уважительным причинам, лучше, конечно, включайте гаджеты или включайте свои телевизоры. Итак, перформансы, фэшн-дизайнерство. Венера, это же принципиальная история, отличающаяся от подиумных показов. Да, конечно. Там точно не будет никаких свитшотов, футболочек, которые можно надеть этим летом, сарафанчиков и так далее и тому подобное. Вот на это рассчитываешь точно и стоит. Более того, это вообще не твоя история, тема принципиальная какая-то, да? А что ты, какими словами тогда ты опишешь именно свое главное дело жизни? Ну, я создаю костюмы, но не как что-то, что можно носить, а как арт-объекты, скорее. И я работаю с костюмом как с концепцией. То есть для меня это такое вот как послание, как если бы это была, не знаю, если бы это была книга или песня. То есть это та форма, в которой я выражаюсь, это язык, на котором я говорю. Здесь обязательно помимо костюмов, да, очень интересных присутствует музыка, да, тоже специальная какая-то подобранная. Хореография. Ну, да, кстати, хорошо, что ты спросила, потому что на костюм работает очень многое. Музыка подбирается, пишется специально. И самое главное, это перформеры, которые работают с моими костюмами, которые взаимодействуют с ними и передают им какие-то значения, смысл, концептуализируют эту красоту, которая на них. Ну, при этом ты, конечно, являешься абсолютным руководителем здесь всего процесса. То есть если некий композитор что-то напишет, но тебе это не покажется, что это не подходит, он вынужден будет развернуться и пойти переписывать, да? Вообще вынужден будет, да, но чтобы таких прям жестких не было ситуаций, я очень внимательно отношусь к людям, которых я нанимаю. То есть я изучаю, что человек делает, если это композитор, я слышу его музыку. Заранее, да, готовишься уже к встрече с ним? Да, чтобы мы надавили и как-то основывали нашу работу, и чтобы мы, главное, подходили друг к другу. Я очень тщательно подбираю людей, и после того, как выбор сделан, да, мы уже работаем, но, конечно же, это такая вот импровизация в рамках. То есть в любом случае цели я задаю и я обозначаю задачи, потому что, да, композитор — это творческие процессы, это музыка, и такое неопределимое, но, не знаю, процесс такой очень сложный. Но, тем не менее, я его веду, и в любом случае мне нужно получить то, что мне нужно, а я этого добиваюсь. Потому что ты, конечно, как режиссёр в итоге, главное всего это действие, видишь конечный результат. А хореограф, получается, он тоже полностью подчиняется тебе, и, в общем, ты можешь тоже сказать, нет, это не годится, вот здесь вот не нужно, так нужно попроще или помягче, погибче. Да, я всегда, начиная общение с хореографом, тоже хореограф — это человек, которого я долго искала, нашла, не случайный человек. Да, я обозначаю задачу, и в заданных рамках уже она как-то двигается. Конечно, там есть и её тоже видение, и для меня это важно, потому что мне важно мнение других людей. То есть ты не профессиональный хореограф, в конце концов, ты же не можешь, да, знать все кто-то. Во-первых, да, во-вторых, я ограничена самой собой, и иногда мне люди говорят какие-то интересные вещи, до которых я сама не додумываюсь, это очень важно. Но в любом случае, да, немножко цель как бы я обозначаю. В твоей команде, я уже так поняла, я познакомилась с одной из моделей, которая сегодня появится здесь в студии, работают исключительно профессиональные танцовщицы. Да, но она не совсем модель, мы называем её моделью, чтобы немножко это было проще, но вообще это перформер, я не знаю, они танцоры, балерины, перформеры, современный танец. Ну, то есть всё-таки, да, здесь важно уметь танцевать, не просто делать это неплохо, а делать это хорошо. Здесь важно, да, но танец в таком нетрадиционном понимании, как чувствование своего тела, как существование в пространстве, потому что они очень, вообще для меня это мир, который открылся вот прям с перформерами, они очень круто двигаются, и они по-другому чувствуют своё тело, это не тот танец, который в классическом понимании. Венера, уже понятно, костюм главный, музыка очень важная составляющая, танец, хореография, а слова, получается, ты считаешь, что они совершенно не нужны в данном случае? Вот у нас, да, такое невербальное как бы искусство, потому что посылом является пластика человека, вот, костюм, пластика, музыка, слов нет. И ещё нет молодых людей, только девушки. Иногда есть. Иногда бывает всё-таки, да? Да, но так как у меня костюмы немножко одинаковые, такой ярко выраженной формы, можно не понять, там, мальчик или девочка. То, в общем-то, и не имеет значения. Да, в глобальном смысле это немножко бесполые такие вот существа из моего мира. Инера, такой вопрос, который я обязательно должна тебе задать, скажи, пожалуйста, когда ты выбрала для себя именно этот путь, именно это направление перформансов, а не подиумную моду, так называемую, ты же, наверное, понимала прекрасно, что, ну, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что выгоднее материально, в финансовом отношении, всё-таки подиумная мода, а вот эта история непонятна. Или всё в порядке, если добиваешься успеха, то и здесь можно, в общем, неплохо существовать и зарабатывать? Ну, да, в финансовом отношении и здесь тоже есть, конечно же, возможности, это первое. Второе, я не могу делать какой-то выбор в сторону, например, подиума, просто если это финансово выгоднее, но я не умею создавать одежду, которую можно носить, то есть я не могу руководствоваться финансовыми выгодами, если я просто не умею этого делать. У меня в любом случае бы просто не получилось. Каждый должен заниматься тем, что у него хорошо получается. У меня, говорят, неплохо получается объявлять паузу. Друзья, вот сейчас как раз всё случится, мы очень скоро вернёмся, оставайтесь с нами обязательно. Друзья, программа продолжается. Помните, пожалуйста, 19 мая в Центре творческих индустрий «Фабрика» Венера Казарова, который сегодня у нас в гостях, художник, фэшн-дизайнер, известный своими костюмированными перформансами, представит новый проект, главная цель которого — показать жизнь современного общества в мире при насыщенном информации. Пока кричат совы, вход абсолютно свободный. Через некоторое время у нас здесь появятся девочки. Будет маленький фрагмент этого самого перформанса. Оставайтесь обязательно с нами. Ну и прямо сейчас посмотрим небольшой слайд-шоу. Это, как сказала Венера, нам различные работы из различных перформансов. Мы сейчас запустим, попросим это сделать. Ну а тебя, Венер, попросим, конечно, рассказать по возможности. Вот уже внимание на экраны, у нас уже идут эти потрясающие работы. Венера, я прошу тебя прокомментировать, потому что не все нас смотрят, некоторые нас только слушают. Хотя бы рассказать, да что это, как коротко, что это за работа. На самом деле, это фотографии не с перформансом, это фотографии, ну как фотосессия с нами костюмами. Это сотрудничество с фотографами как раз. Да, для меня очень важна визуальная часть, подача. Вот это как раз бэкстейджа моего, одного из первых перформансов в ЦТИ «Фабрика». Это такое для меня место родное, можно сказать. Ах, вот как здорово. Да, это 14-й год, я готовлюсь к выходу. Волнение было на лице. Так, цветок. Да, это вот такие фотосессии с моими костюмами. И для меня очень важна подача визуальная. Я работаю с фотографами, и для меня имеет большое значение выбор фотографа. Потому что фотографии – это важная часть моего творчества. Фото, видео – это тоже фотография с бэкстейджа. Мы делали такую съемку и бьюти, когда много мейкапа на лице и одновременно с реквизитом работали. Это вот фотограф Ира Бардо, фотограф, с которым у меня было очень много съемок, с которым мы начинали. Это фотография как раз с перформанса. Мы перформили в одном пространстве. Называется она «Лепартаман». И вот к открытию этого пространства девочки мои были приглашены. Они заходили в шкафы и на кровати. Располагались там очень красиво. Существовали. Это вот переосмысление, съемка переосмысления одного из моих самых любимых художников Рене Магрита. Я взяла его картины и немножко по своему их раскрыла. Это фотосессия тоже. Тут у меня была задача показать живое, как тело человека, как живое и в то же время как скульптуру, которая мимикрирует в скульптурной мастерской. Тоже Рене Магрит. В общем, мы взяли его работы сзади и как-то их сколлажировала фотограф Лена Холкина с моими работами. А это вот было яркие люди устраивали мероприятие «Москва дизайнерская» в сентябре. В музеоне у нас был показ. Я и другие мои коллеги и дизайнеры, которые работают тоже в направлении арт-фэшн. Ну, очевидно, конечно, что подобный наряд не у каждого может появиться в гардеробе. То есть появиться он может, но выйти в нём, конечно. Ну, да, у меня нет такой цели, чтобы люди так казеи. Хотя иногда я думаю, жалко, что они ходят не так. Наверное, мир был бы совсем другим. Это тема экологии. Я вот взяла целую серию, сделала. Я что-то навертела, какие-то фактуры из упаковочной бумаги, из пластиковых ложек. Бумага вообще, конечно, часто встречается у тебя, да, в работах. Но не только. Есть и материалы. Да. Но тоже не абсолютно все далеко. Да. Есть какие-то излюбленные, определённые. Ну, давай так-то расскажем потихоньку тогда, какие, может быть, материалы ты используешь вот в новом своём перформансе, который мы увидим 19 мая. Я люблю все материалы, с помощью которых можно создать конструкцию, форму. Потому что форма для меня самая главная. А бумага мне нравится, поскольку она такой очень эстетичный материал. И, кроме того, мне нравится её хрупкость, и мне нравится испытывать её науязвимость, потому что все мои работы и всё моё творчество — это вот о том, как что-то хрупкое, уязвимое, себя ощущает в агрессивном мире. Это можно перенести на то, как себя ребёнок ощущает в мире, как себя художник ощущает в мире. То есть соединение этого хрупкого с действительностью. И бумага — это идеальный материал, который помогает мне это показать. Потому что после перформансов, если они с бумагой, она рвётся, она мнётся. Конечно, и всё, костюм, наверное, уже негодным становится. Мне нравится эта одноразовость, потому что когда люди видят перформера в бумажном костюме, у них срабатывает такое вот отношение, как какое-то бережливость, и сразу расступаются, и как-то вот так аккуратно, и что там белое, что это легко запачкает. Мне нравится вызывать эту эмоцию в людях, что желание как-то позаботиться, что-то сберечь. Мне очень нравится работать именно на этих эмоциях, и бумага эти эмоции вызывает. Вот поэтому бумага, то есть это эстетические качества и то, что в себе несёт её свойства. Вот в новом перформансе, пока кричат сова, там будут бумажные работы? Там как раз-таки уязвимость показана материалами, там очень много кружева, то есть я достигаю этого же эффекта, но другими средствами из бумаги там будет сделан реквизит. Вот. Костюмы тканевые, поскольку там очень много пластики, и пластики тела и бумага просто не выдержат совершенно это. Понятно. То есть это будет неудачный эксперимент. Часть продолжительности перформанс, правильно идёт? На всяком случае, как написано на афише, что целый час — это разные модели, или это очень много движения? Чего ожидать зрителям? Тут у меня задача как-то ответить на вопрос... Чтобы не раскрыть всех тайн. Так, чтобы люди всё равно захотели прийти и посмотреть, да. Но на самом деле композиция перформанса, она задумана как нечто цикличное, то есть в течение этого часа перформанс повторяется несколько раз. Мы видим одно и то же действие, которое повторяется несколько раз. И, в принципе, можно в любое время прийти в течение этого часа, и ты ничего не пропустишь. Ой, это тоже хорошо. Это очень удобно. Ну да, это удобно. Но лучше к началу приходить, конечно. Да, я руководствуюсь непрактичностью, а тем, что вот я хотела показать цикличность. Ну, пока кричат совы, давай расшифруем немножко. Здесь вот уже было пояснение, что в жизни современного общества в мире перенасыщены информацией. Почему такое название, почему такая тема? Тема такая, как и любая тема, за которую я берусь, это тема личная. Это тема, которая волнует лично меня, и поэтому я об этом говорю. Но я знаю, что когда художник говорит о чём-то, что волнует конкретно его, на самом деле это трогает многих людей. То есть тема личная, но она многих задевает. И тема новостей вообще, тема отношения к новостям, и через новости я скорее говорю об агрессии и о том деструктивном, что с собой новости несут. Вопрос, как к этому относиться, как жить в мире, в котором каждую секунду происходит что-то страшное, а мы, я не знаю, просто проживаем свои какие-то личные эмоции. Нам совершенно до этого нет никакого дела. Хотя иногда это страшно происходит с нами, и кому-то нет дела до нас. Вот это так, это данность, и мне очень трудно это осознать. И поэтому я делаю этот проект на тему соотношения, что есть мир и есть один человек конкретный. И «Пока кричат совы» — это такое немножко поэтическое выражение этой концепции, потому что крик совы достаточно тревожный. И это напоминает такую немножко угрозу. И кроме того, совы не спят ночью, когда спят все люди. То есть что происходит, пока кричат совы, пока есть какая-то отдалённая фоновая угроза, что происходит у человека в жизни. Перформанс об этом? Можем ничего не скажем. Приходите. Да, теперь нужно уже увидеть это собственными глазами, конечно. У нас небольшая музыкальная пауза, и после чего мы сразу же вернёмся в студию. Оставайтесь с нами. Друзья, это телерадиоканал «Страна ФМ». Это программа «Лучшая в стране». Программа продолжается у нас в гостях. Венера Казарова — дизайнер, художник по костюму. 19 мая в Центре творческих индустрий. «Фабрика», состоится перформанс «Пока кричат совы». И это будет очень насыщенная, интересная часовая программа, на которой мы с вами обязательно должны оказаться по возможности. И сейчас у нас здесь в студии уже появились замечательные перформеры. Правильно я говорю, да, Венера? Так, как раз именно фрагмент предстоящего перформанса «Пока кричат совы» мы с вами сейчас и увидим. Венера, если ты представишь, буду тебе благодарна. Да, это два самых главных члена моей команды. Настя Шелепова и Настя Макарова. Я, кстати, не узнаю, кто из них кто, хотя я их видела за студией. Да, девочки вот эти участвуют почти во всех моих перформансах. И 19 мая тоже они будут. Я, кстати, поняла теперь тебя, когда ты говоришь, что всё равно не видно там, в общем-то, парень или девушка по костюмам. Вот что это, в общем, действительно так. Ну, тогда мы попросим девчонок изобразить ту самую пластику, да, фрагмент. А ты, если сможешь, как-то это прокомментируешь. Показываем. Есть специальная музыка, конечно, да? Кто в данном случае выступил композитором? Музыку, кстати, написал очень талантливый композитор Алексей Сергунин. Это электронная музыка. Он ориентировался специально на сценарий, который я написала к этому перформансу. Ну, очень интересно всегда слушать, что именно девочки говорят, что именно перформеры говорят про костюмы, потому что, как вот ты говоришь, что я не понимаю, кто из них кто. То есть костюм даёт обезличенность, и вместе с этим приходит полная свобода. Ты можешь делать всё, что угодно. Тебя никто не узнаёт, никто тебя не видит. Ты можешь быть кем угодно. Ирина, а скажи, пожалуйста, в данном случае перенасыщение информации, как понять? По мне, так кажется, это очень классный тёплый одеял, который хочется укрыться от всего. От информации. В том числе, да. В том-то и дело, да. То есть перенасыщенность информации я даю через видеопроекцию, которую я сталкиваю с костюмом. Даже так? Да, это будет на перформансы. То есть там, можно сказать, две реальности. Информационная реальность, новостная, и вот реальность бытовая, обывательская. Скажи, будут ли здесь цветы потрясающие, которые у тебя получаются фантастические, и в этот раз не увидим? Будем ждать следующего тогда, что если для любителей цветов будут ждать следующего перформанса, но на этот обязательно тоже сходят. Да, цветов здесь не будет. Сколько всего перформеров, моделей принимают участие? В данном перформансе у меня пять перформеров и один хореограф. Который тоже задействован? Или он в зале строго следит за происходящим? Она слегка, да, как бы, перформанс, в любом случае импровизация. На хореограф немножко вот структуру им создает. Немножко дирижирует всем этим. Элементы акробатические даже присутствуют. Ну, на самом деле, что они сейчас делают, это вот знают только они, потому что это импровизация вот сейчас, то, что происходит. Спасибо огромное, девочкам. Спасибо большое. В общем, заинтриговали, да. Что до этого нам ждать, что после и во время этого, какая музыка будет звучать, да, какое видео будет представлено. Мы, конечно, узнаем сегодня 19 мая. Пока кричат совы. Центр творческих индустрий «Фабрика», как уже рассказала Венера, место родное для тебя, потому что именно там был первый перформанс твой. Немножко совсем хочу поговорить про твою биографию. В 2008 году мы знаем, что ты окончила Московский университет технологий и дизайна. Ну, а дальше сотрудничество с журналами, сотрудничество с телеканалами, да, как дизайнер-костюмы для перформансов, фотосессий. Немного спектаклей, телешоу и понеслось. Ты сама знаешь, сколько за это время перформансов у тебя существует? Сколько работ, вот, каких-то подсчет ведется? Нет. Нет, да, то есть, в общем, какая-то часть на сайте, но это далеко не вся. Не вся. Венерказарова.ру, правильно называют? ВСА, да? Венерказарова.com Зайдите обязательно, друзья, посмотрите, это очень любопытная история. Ну и вопрос тоже, который обязательно задаю всегда своим гостям, когда ты поняла свою страсть вот именно к этому делу, что ты хочешь быть дизайнером, художником по костюму. С детства уже, наверное, шила куклам или что? Художником, художником я родилась. И поняла я это, ну, насколько я помню себя. Я всегда знала, что я буду заниматься костюмом. Единственное, что я за это время произошла трансформация, потому что я все-таки хотела стать модельером и делать одежды для подиума. Вот, все-таки это было у тебя в самом начале. Я очень, подиум, моды, вообще я очень всегда этим интересовалась, любила. Но в какой-то момент вот у меня, мне показалось, что мне тесно, что для меня одежда это еще и посыл какой-то, это не только то, что можно носить. И мне стало интересно с этим, как с концепцией работать. У нас есть видео небольшие с твоего официального канала YouTube. Я попрошу сейчас запустить, чтобы посмотрели мы побольше, о тебе узнали, о твоих перформансах. Ну и, конечно, попрошу тебя рассказать, что это было за перформанс. Это самая, как говорят, самая крутая вечеринка Москвы, Midsummer Night Dream. И меня позвали сделать перформанс в эту ночь. Midsummer такая костюмированная вечеринка, куда приходят все в костюмах, заданных именно на тему этого года. И этим летом, тем летом была тема райский сад. Я сделала такие бумажные головные уборы на тему цветения. И вот, как видите, как раз вот эта перформанс, когда они существуют в пространстве, работают с костюмом, взаимодействуют друг с другом. То, что они устроили в усадьбе, конечно, это... Превзошло даже твои ожидания. Это всегда превосходит мои ожидания, то, что они делают, правда. Ну, это замечательная история. Это, правда, очень завораживает. Да. Я вообще предана своей профессии, но когда я смотрю на то, как они двигаются, я думаю, наверное, мне тоже надо пойти потанцевать, потому что это очень круто. Ты знаешь, ну вот на вопрос как-то одного из журналистов, есть ли у тебя любимая коллекция твоя какая-то? Ты сказала, что нет, что я к тебе очень критично отношусь. И, в общем, да, есть любимые дизайнеры другие, но вот у себя отмечить, пожалуй, ничего не могу. Может быть, что-то изменилось? Может, на сегодняшний день уже появилось что-то, что ты можешь отметить? На этот вопрос я ответила буквально вчера, поэтому за это время ничего не изменять. Нет, правда, я никакой своей коллекции, можно сказать, не отношусь как к чему-то законченному. Для меня это такие вот шаги на пути к чему-то, к чему я еще не пришла. То есть мне трудно вообще это как-то оценивать. Это все для меня поиск пока еще, поиск формы. Ох, как интересно! Давайте посмотрим еще один фрагмент видео и узнаем у Венеры, что именно это такое. Венера, ну а вот то, к чему ты идешь, ты еще сама толком не знаешь, но хотя бы примерно, может быть, понимаешь, что это? Ну, это вот костюм, это столкновение костюма с рядой, это хореография. Более масштабная перформанса? То, что я делаю, но просто на другом уровне, немножко другого масштаба. Это мы и работали прямо вот 31 декабря, перед Новым годом, Новый ДНХ. К нам подходили прохожие, и вот так вот они... А посмотри, как органично они вписываются в происходящее. Прохожие? Да, 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 ну правда. Ой, там была женщина, которая просто подошла и начала танцевать. И это так здорово, мне так нравится вызывать в людях какие-то живые эмоции, потому что на самом деле очень зажатое общество в России, очень все какие-то закомплексованные, чрезмерно серьезные, и мне так нравится хотя бы как-то, хотя бы минимально это разрушать. 19 мая, скажи, будет возможность у людей как-то присоединиться к перформансам? Нет, там постановочная такая вот часть, мы даже хотим оградить сценическое пространство, чтобы люди никак в этом не участвовали. Но только сидя так, а порепетировать немножечко, а потом дома уже, наверное, самостоятельно попробовать изобразить нечто пластическое. Можно смотреть на это бесконечно, друзья. Но у нас коротенькая пауза, мы вернемся в студию очень скоро, оставайтесь с нами. Программа «Лучшее в стране» продолжается. Друзья, Венера Казарова у нас в гостях, дизайнер, художник по костюму. Есть у нас еще немножко времени драгоценного для того, чтобы пообщаться с Венерой и посмотреть еще из-за фрагмент одного из перформансов Венеры. Давайте попросим наших режиссеров запустить. Но как только запустят, нас предупредят. Венера, что касается того самого перформанса, который мы увидим в рамках «Ночи музеев» 19 мая в Центре творческих индустрий, «Пока кричат совы». Я знаю, что больше года велась работа над этим перформансом. Это, в общем-то, очень серьезная и колоссальная трата времени. Была даже отборка специальных новостей. Ты не раскрываешь этих секретов, а я о них рассказываю сейчас. Специальных новостей. Ну, правильно же я говорю, так и было? Да, так и было. Как обычно ведется работа? Ты что-то делаешь, откладываешь, потом переделываешь, возвращаешься снова в год. Это очень много времени. Да, но это не значит, что я в течение года каждый день занималась перформансом. Кроме того, примерно на год растянулась определенная часть работы, а именно подбора информации. Вот это длилось год. А костюмы, они были созданы намного быстрее. Да, это заняло год, потому что какой-то материал мне было очень сложно смотреть. Мне нужны были перерывы, чтобы как-то самой потихоньку не сойти с ума от его перформанса. То есть это тяжело было для восприятия, поэтому мне приходилось делать большие перерывы. Я тебя поздравляю, что такая тяжелая работа для тебя завершилась. Что дальше? У тебя наверняка уже есть какие-то мысли, задумки? А на следующих проектов? Да, конечно. Есть. Есть? Не рассказываешь. Ну, это пока на уровне каких-то предложений, но все связано опять-таки с перформансами, с костюмированными постановками. В том числе это День города, в котором я два года уже участвовала. Я участвовала в фестивале «Яркие люди», куда меня зовут художником, где я делаю тоже костюмы. То есть пока ты еще не приступила к новому проекту? Пока нет, на самом деле, да. И не расскажем, что это будут люди-ананасы или что-то еще? Ну да, пока давайте поговорим о ближайшем, потому что это то, чем я полностью занята на данный момент. Хорошо, скажи, пожалуйста, как тебе кажется, зрители, публика, какая должна приходить на подобные перформансы? Я имею в виду их возраст, прежде всего. Но вот, например, если о детках говорить, то с какого возраста, как тебе кажется, можно привести вот конкретно на перформанс «Пока кричат сова»? Вот на «Пока кричат сова» — это как раз, наверное, единственный случай «Пока», когда я вообще не рекомендую приводить детей. И даже я поставлю возрастной ЦС 18+, потому что перформанс для взрослых. Я знаю, что дети разные, реагируют они по-разному. Иногда это взрослые паникуют, что им что-то причиняет вред или ущерб. Но в любом случае проверять это я не хочу, и детей я сюда не зову. Видеофрагмент давайте посмотрим сейчас еще одного перформанса. Венера Казаровой. Что это будет? Сейчас Венера нам это расскажет, покажет. Да, это был такой у нас перформанс флешмоб по Бабушкинском парке. Могу сказать, что Бабушкинский парк, в отличие от парка Горького, где я очень часто работаю, это совершенно другое место, и люди там совершенно другие. Это острое ощущение. Даже так? Да. Я ощутила это очень остро по реакции людей, потому что в Бабушкинском парке было очень много бабушек со своими внуками и самокатами, и они вообще не понимали, что происходит. Да, то есть как-то я больше понимания встречала там, я не знаю, в парке Горького. То есть там это вообще было полное ощущение, что инопланетяне просто приземлились в этом месте, да. И это было интересно, потому что такое столкновение со средой произошло, две разные реальности встретились. Ну, мне кажется, ты уже абсолютно относишься к такому мнению, что ты инопланетянка, что ты совершенно другой планеты. Не знаю, это потому что я Венера. В том числе и потому что ты венера, но и потому что всё-таки то, что ты делаешь, это очень интересно, это очень талантливо, глубоко. И, ну, согласись, далеко не каждому понятно всё равно на сегодняшний день. Это понятно не каждому, но... Но эмоции хоть какие-то вызывает, сто процентов. Да, иногда людям просто нравится. Мне говорят, я ничего не понял, но это очень красиво. Это лучшее для тебя похвала, кстати. Ну, не знаю, наверное. Мне важно, в принципе, вызывать хорошие эмоции. Я не хочу провоцировать, я не хочу вызывать какие-то негативные эмоции. Я знаю, что современное искусство это делает, но я хочу о чём-то добром говорить всё-таки. Я понимаю, что это, ну, не модно сейчас, и что это... Наверное, это инфантильно и наивно, но в любом случае я говорю о чём-то добром и буду настаивать на этом, что всё-таки я хочу человеку показать человека и вызвать в нём какие-то хорошие, добрые, позитивные эмоции. И пусть у меня будет перформанс, допустим, не в музее современного искусства, в Бабушкинском парке. В парке для меня это даже важнее, потому что туда приходит какая-то вот именно элита из арт-сферы, а в парке это просто вот люди, просто люди, просто... Прохожие, конечно, которые с другой целью абсолютно туда. Мне важно с ними взаимодействовать, да. Знаешь, что, Нерочка, радует, за что тебе огромное спасибо, что на твоём официальном сайте в разделе «Магазин» есть информация, что всё содержимое раздела «Проекты» может быть воспроизведено из бумаги или ткани для продажи. Это значит, даже если хоть какой-то головной убор или удивительно интересный костюм и платье мы захотим, то мы можем, в принципе, заказать, да? Да, у меня есть подруга, которая выходила замуж. Венера Казарова, друзья, дизайнер, художник по костюму. Это программа «Лучшее в стране». Ну а 19 мая все бегом на перформанс. Спасибо, Венера огромная, всегда рад тебе. Лучшее в стране.